Основная задача с малолетством заставить мальчика поверить, что улица это не зло, а нормальное совершенно место, где нужно трудиться и где нужно уважать всех, кто с тобой рядом, то есть участие в движении. Он посвятил детям большую часть жизни. Сам делал парты, рисовал на них гоночные трассы, своими руками собирал карты. Имя Евгения Шафранова знают все татарстанские гонщики. Для кого-то он был учителем, для кого-то справедливым судьей, для кого-то верным товарищем. Очень доброжелательное было отношение, у него была такая теплая, всегда отзывчивость, что нужно было всех научить. Он никогда не стеснялся, даже если это были соперники, всегда подсказывал и говорил, вот мы всегда слушали. Когда я начинал свою автоспортивную карьеру, 15 лет назад, то есть это моя первая встреча перед заездом была с Евгением Ивановичем, потому что обязательно нужно было пройти через него. Посадил меня рядом, объяснил все, что такое автоспорт. Клуб картингистов он основал в далеком 73-м. Тимур Тимирзянов, Ильдар Рахматуллин, Рустам Фатхуддинов, Адель Мулахметов. Он воспитал не одно поколение гонщиков, которые сегодня занимают международные пьедеставы. Картинг он отдал всю жизнь. При его участии был построен и главный автодром Республики Казань-Ринг. В последние годы он был судьей, техническим комиссаром и главой комитета по трассам Федерации автомобильного спорта Татарстана. Сильно гордимся. Всех помню. И не поверите, у него дома есть архив, в котором есть все дети. Все списки всех детей. Он говорил, тяжело только в первые сто лет. Проститься с Евгением Львовичем сегодня пришли сотни человек. Он сам был очень честным, искренним и очень одержимым. Везде он шафран и шафран. Это бренд. И я думаю, что все-таки то, что соревнования, которые будут посвящены Евгению Львовичу, это тоже неоспоримо. И как настоящего гонщика в последний путь Евгения Львовича сегодня проводили почетным кругом на гоночной трассе.